Давайте мы сейчас с вами подумаем таким вопросом. Насколько мы зависим от власти? Например, от политической власти в стране. Как мы зависим? Сильно? Слабо? Полностью? Целиком? Или не совсем? Целиком? Генуарно скажет, да? Зависим. Я думаю, процентов на 50, я так думаю. 50% зависит, а вторые 50%? От Бога. То есть, если власть что-то скажет такое, что противоречит Богу? Нет, я не в этом плане говорю. Я имею в виду в том, что квартплаты, все вот эти коммунальные услуги, вся эта житейская повседневность, мы зависим от них. То есть, должна быть законопослушности такая. Ну да, безусловно. Ну, я поменьше, больше. И вообще, что у вас делать, я в этом тоже вижу, как мы перед этим говорили, случайностей не бывает. Значит, все-таки, больше всего 100%. А от начальника на работе, как мы зависимы? Все такие, ниже в России. Тоже так же, да? Тоже 50 на 50, да? Ну, 60-40. Ну, там уже каждый сам свою процентность считает, да? А на сколько жена должна быть зависима от мужа? Он у нас жена плохо. На 100%. На 100%. А дети от родителей? Это зависит от возраста, наверное, детей. Вот интересно, да, что чем дальше мы приближаемся, так сказать, к личностным категориям, пока про политику думай, про начальника, там 50 на 50, 60 на 40, но как только жена, муж, дети, родители, тут в нашем идеале 100. Ну, как странно, что мы так как-то легко разграничиваем власть, как таковой, скажем. Власть, она ведь и власть, неважно, политическая или в семье, да? Нет, ну, власть мы сможем сменить, мы можем, в конце концов, нам не нравится этот тиран-президент, но мы можем переехать друг друга. Но там будет другой тиран-президент. Почему? Можно в демократическую страну переехать, а семья уже, как бы, если по-библейски, уж какой у тебя там есть муж или жена, уж тут изволили как-то находить общий язык. А вместо жительства, например, в Библии совершенно не запрещают поменять. Совершенно, пожалуйста. Такого начальника на работе. Но если вот продолжить вот эту вот мысль, то... Это насилие, куда бы мы ни ездили. Так. Насилие над чем? Давайте вот опять. Мы сейчас с вами опять рассуждаем, каким категориям? Вот под этим. Правильно. Под этим. Под этим. Категории под этим. Вот чувствуете? Вот постоянно... И вот что вот мы... Самое главное, чего мы хотим показать в этом курсе, чтобы мы с вами поняли, что мы постоянно рассуждаем вот этими категориями. И тут не важно, какая... Да, и мы тут, правильно, мы тут. Но ведь мы же одновременно являемся гражданами другого царства. Но мы почему-то с вами все время ныряем вот сюда. А тут же не важно, какая власть. Президентская или в семье. В любом случае, ты не должен терять себя как личность. И тут, понимаете, и в любом случае, хотим или не хотим, но власть существует. Но нельзя сто процентов растворяться во власти. Если Господь нам говорит, что в принципе мы можем найти нормальные злоотношения в семье с властью, которая там устанавливается, значит мы можем точно так же, проводя аналогию, найти нормальные отношения с властью. Какие-то приемлемые отношения, которые не нарушат мой собственный внутренний... И мое гражданство там, на небесах, да? Можно этот вопрос? Но не прогинаться. Не прогинаться, правильно. Не будем прогибаться. Если человек христианин, одновременно быть, ну это, наверное, сложно, да, быть одновременно стопроцентным христианином, то есть принадлежать Богу, и стопроцентным быть человеком, членом государства, то есть членом общества, быть стопроцентным принадлежать этому государству. А вы знаете, подумайте, Христос, у Христа было так? У Христа было, Христос был Бог. Встречный вопрос, а как может быть иначе? Да, у Христа это было. Должно быть, он должен быть и 100% христианином всей своей жизнью, свидетельствовать о том, что он христианин, и 100% повиноваться властям, потому что, так Господь сказал, не всегда это получается. В жизни это не всегда так получается, потому что человек, когда ему надо быть 100% гражданином общества, он говорит, я христианин, он какие-то себе ограничения, льготы ищет. А когда ему надо быть 100% христианином, он говорит, ну я же живу здесь. И вот интересно, что об этом как раз говорит Экклесиаст. Вы знаете, конкретно вот то, о чем мы сейчас с вами сказали, он изложил в 10 главе. С 16 по 20 стихи. Вот посмотрите, что здесь написано. Горе тебе земля, когда царь твой отрок. Что такое отрок? Это царь с детским умом. И когда князья едят рано. Такое интересное, да, князья едят рано. Ну давайте сейчас мы об этом порассуждаем. Почему именно рано? Вот так вот плохо для народа. Благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода. И князья твои едят вовремя. Для подкрепления, а не для пресыщения. От ленности объяснит потолок. И когда опустятся руки, протечет дом. Перы устраиваются для удовольствия. И вино веселит жизнь. А за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя. И в спальной комнате твоей не злословь богатого. Потому что птица небесная может перенести слово твое. И крылатая пересказать речь твою. Итак, вот здесь как раз и сказано. Мы все находимся в зависимости от властей. И горе нам. Нам плохо живется, если власти не тем умом. Причем неважно, как бы. Здесь, конечно, берется царь, там князья и народ. Но по аналогии, конечно, любая власть. Можно и семью перейти, да. И на работе посмотреть, и в церкви. Как это происходит. Вот и благо, если действительно, будем так говорить, хороший начальник, да. Однажды нам в прямом эфире был задан такой вопрос. Позвонил молодой человек, я как раз один был. И он говорит, почему я всем всегда все должен? Правительству я должен это, там, налоги платить. На работе я должен начальнику работу выполнять. Родителям я должен, жене должен. Жене все должен. Почему вот, что все, в моей личной жизни никакой нету. То есть, вообще, непосильное бремя. Всем я все должен. Я сначала так немножко растерялся, а потом думаю. И ответил ему так. А вот вы попробуйте слово «я должен» заменить на слова «я выбираю для себя». Я делаю выбор в пользу того, чтобы. Я выбираю быть хорошим отцом, мужем, а не быть, там, самцом. Перекати поле. Перекати поле безо всякого, там, без рода, без племени. Я выбираю быть достойным сыном своей матери, а не каким-то там безответственным молодым человеком. Я выбираю для себя быть образцовым гражданином этой страны, да? А не, будем так говорить, бунтарем, который бунтует против законов страны, в которой он живет. И плюет, будем так говорить, на это общество, где он находит. И тогда в первом случае мы получаем такого достойного человека, правда? Который отвечает за свои поступки, берет ответственность, заботится о окружающих людей. А с другой стороны у нас человек, который вообще ни на что не отвечает, вообще «я должен», «я должен», «я должен». Он действительно, в принципе-то, никому ничего не должен, если так брать. Но с другой стороны у него есть обязанности определенные, которые он должен выполнять. И он эти обязанности несет, как, знаете, как такое непосильное бремя. Потому что если человек принял это для себя, это его выбор. Это вот как Господь нам так сказал. То есть свой выбор осуществил. Возьмите крест свой, да, и идите. Вот если я это сам взял и сам пошел, мне его будет легко, потому что не Бог помогает. Чем если, когда на меня взвалили, вот неси теперь его туда, да? Это сложнее. И я его несу и страдаю. Мы обычно в таких случаях говорим, лучше не неси. Лучше не бери. Вот, знаете, просто, когда начинают жаловаться, что вот, на меня, вот, то меня заставляют делать, и все у меня. Я это делаю, это делаю, это делаю, это делаю. Мы говорим, вот лучше не делай. Лишек охватанул. Ну, лучше не надо, да. Вот, ну, я же должен. Понимаешь, от того, что ты должен, от того, что ты делаешь это с таким нежеланием, с такой, вот, будем говорить, ненавистью к людям, лучше ты не делай. Чем ты делаешь это, а потом в обиде на то, что тебя не оценили. Или на тебя не посмотрели, тебя не поблагодарили, тебе премии не дали. Ну, лучше не делай. Понимаете? Но, другое дело, что мы это выбираем для себя. Это и христианская. Но, как бы нам нравится это или не нравится, все равно мы живем в этом мире под солнцем, да. И все мы либо подчиненные, либо начальники над кем-то. Ну, например, муж, глава над женой, да, он ее дисциплинирует, он отвечает за то, что происходит в доме. Но, опять же, мама, она глава над детьми. Ну, вот так вот устроен, да, что мама за все отвечает в доме. Тот же самый ребенок, допустим, сын, он отвечает за свою младшую сестренку. Младшая сестренка отвечает за котенка. Ну, то есть вот эту цепочку можно продолжать. Мы и подчиненные, и одновременно мы над кем-то начальники. Ну, как мы уже говорили, что палач есть только там, где есть жертва. И от нас зависит, какие мы выстроим гармоничные или негармоничные отношения в этой жизни. И насколько вот эти отношения власти и подчинения получатся у нас в жизни. Ну, и вот такие вот вопросы. Насколько мы великодушны к своим подчиненным? Вот задайте себе вопрос. Ведь у нас у каждого есть подчиненные. У каждого есть подчиненные. Или по лестничной площадке там соседи. Хотя они не могут быть подчиненным, тем не менее, они живут под нами. Значит, мы их можем затопить, можем не затопить, да? Ну, например. Наши боги. Или тупать. Если они вот нам говорят, что какое-то неприятное замечание, а вот мы будем тупать. Ну, может быть, как бы мы утрируем эту ситуацию. Но это жизненные ситуации. Мы знаем, что независимо от веры люди поступают именно так. Так вот, насколько мы великодушны к тем, кто в чем-то от нас зависит. И насколько я мудр в установлении вот этого порядка, дисциплинирования тех, кто в подчинении находится у нас. А насколько я мудр и выполняю дисциплину, которую устанавливает тот, кто надо мной. Подумайте на такие вопросы. И вот знаете, когда в группах, которые вы будете вести на эту тему, вы будете задавать такие вопросы, вы просто удивитесь. Знаете, вы обнаружите кладезь мудрости вот среди людей своей группы. Когда они откроются, начнут делиться теми своими жизненными ситуациями, в которых они оказываются. Замечательно. Люди начинают учиться друг у друга в каких-то ситуациях. Пример хочу рассказать тоже. Это был пример, короче, в режимном учреждении, да. Когда там от человека требовали, допустим, в 6 часов вставать, курить в определенных местах и делать там определенные вещи по определенному расписанию. Но для некоторых вставать тяжело в 6 часов утра. И получается такой робот, ооо, я не хочу вставать в 6 часов. Других там хочется курить, где они хотят, да. Но им нужно идти в определенное место, в курилку, чтобы курить там в этой курилке. То есть у человека жизнь сложена из определенных вот этих вот участков, да. Из определенных того, что он не хочет жить. Поэтому у него жизнь уже получается в тягость. Я просыпаюсь утром и говорю, слава богу, что у меня этих проблем нет. То есть я встаю в 6 часов, потому что я сам встаю. Сам для себя это выбрал. Да, сам для себя это выбрал. Не иду в курилку, потому что я сам для себя это выбрал. Не курю. И те определенные еще вот эти вот мероприятия, которые происходят, то есть для меня они хорошо, они гармонируют с моим образом жизни. То есть каждый человек определяет свой образ жизни, я считаю. Определяет свои вот эти плюсы и минусы. То ли он живет полноценной радостной жизнью, в соответствии, в обществе, там, где бы он на работе или где-то, где бы он не был. Или же он страдает от этого. Да. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Вы знаете, вот интересно, я прочитала, что сказал об этом контраберийский архиепископ Рамзей. Интересно, что я это прочитала, еще будучи в школе, когда готовила доклад по, как сейчас помню, научному коммунизму. И нас просили читать, ну, будем так говорить, старцев. Ну, там, видимо, с точки зрения атеизма. Но вот этот Рамзей не помог обрести смысл в жизни. Он сказал такую вещь. В каждом человеке есть глубина, простор, которые так же велики, как сам Бог. И эту глубину может заполнить только Бог. И вот я вдруг поняла, да я больше, чем эта галактика, по той простой причине, что я могу ее всю в себя вместить. В сердце, в разум, в восприятие. Понимаете, то есть, по большому счету, перед каждым из нас вот такой выбор. Мы кем себя мыслим? Вот этой песчинкой? Или человеком? Который в себя все вмещает, вообще весь мир вмещает. Да? Вот в эту глубину. И даже Бог там находит, заполняет эту нашу глубину в сердце. Вообще, вот каждый из нас сам выбирает для себя, что мы выбираем. Итак, давайте такие вопросы для личного размышления. А каковы ваши обязательства по отношению к тем, кто под вами, и по отношению к тем, кто над вами? Вот уже такие вопросы мы предлагаем на дом. Предложите их тем, кто будет у вас на группе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. 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 ТВ-семинария.